26 мая отмечается День российского предпринимательства. Это праздник тех, кто сегодня создает экономическую безопасность страны, насыщает рынок товарами и услугами, делая нашу жизнь более комфортной. В Славянском районе работает более 10 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. И сегодня в нашем специальном репортаже мы хотим рассказать о некоторых из них. Движущей силой экономического роста любой территории, безусловно, является малый и средний бизнес. Он играет важную роль в решении экономических и социальных задач муниципалитета, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, быстро адаптируется к современным экономическим условиям. Благодаря мерам государственной поддержки, доступным микрозаймам, реализации программы «Социальный контракт», единовременной помощи на открытие своего дела, этот сектор экономики активно и динамично развивается. Появляются новые формы ведения бизнеса – социальное, семейное и молодежное предпринимательство. Мы с мужем мечтаем построить хороший, крепкий бизнес. Сейчас «Антикафе» у нас является нашим маленьким бизнесом, который приносит нам просто счастье. Мы рады, что у нас есть это заведение. Мы вкладываем в него душу. Конечно, мы не собираемся останавливаться на этом. Мы будем расти, будем совершенствоваться, придумывать что-то новое. Что бы я хотел сказать начинающим предпринимателям – не бойтесь. Идите вперед, идите за поддержкой. Под лежачий камень вода не течет, и мы должны свое дело строить. То есть пока мы не сделаем, никто не сделает. Да, это очень скромный бизнес, скромная самозанятость, но в целом она помогает к общему доходу, она приносит свой положительный вклад. Сегодня в Славянском районе работает более 10 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают рабочими местами 30% экономически активного населения района. Четвертую часть налоговых поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края, а это более 1 миллиарда рублей, уплачивает субъекты малого и среднего предпринимательства района. За последние годы малый бизнес претерпел множество изменений. Изменилась и структура малого и среднего предпринимательства Славянского района. Если еще 5 лет назад в структуре предпринимательской деятельности значительный удельный вес составляли предприятия торговли 45%, то в настоящее время преобладают предприятия сферы услуг 55%. Развивается производство товаров. Мы используем только экологически чистый пластик. Сделать мы можем из него все что угодно, все зависит от сложности процесса, это форма и пресс. В сегодняшний день 25 позиций уже есть, которые мы можем произвести. И самое распространенное это урные лавочки, кашпо для цветов. Введение нового комфортного налогового режима для самозанятых граждан значительно увеличило количество официально зарегистрированных предпринимателей. На сегодняшний день в Славянском районе более 5000 самозанятых граждан. Среди них грузоперевозчики, водители легковых такси, представители бьюти-индустрии, специалисты сферы образования и воспитания, художники и фотографы, представители сферы услуг. Муниципальные, региональные и федеральные меры поддержки позволяют не только открыть свое дело, но и развивать, модернизировать существующие производства, расширяя ассортимент выпускаемой продукции, увеличивая количество рабочих мест. В марте 2022 года мы использовали займы и ввели в эксплуатацию модернизированное нам вещи, высокотехнологичное оборудование, производство, это швейное оборудование, производство Япония, фирма Ямато, и раскроенное оборудование, раскроенный комплекс, настилочный комплекс, стол конвернового типа в компании Бульмер, производство Германии. Мы выпускаем высококачественные трикотажные изделия. Благодаря этому оборудованию мы можем в производстве применять различные технологические возможности. Среди предприятий малого бизнеса стоит отдельно выделить курортно-туристический сектор. Сегодня внутренний туризм – это перспективная и быстро растущая отрасль экономики. Около 40 гостиниц и гостевых домов, больнолечебница при Азовье, морской клуб «Акварель», базы отдыха для рыболовов и охотников, объекты аграрного туризма ежегодно принимают до 70 тысяч отдыхающих. Для любителей активного отдыха в Маевском поселении открыт «Вейк-парк», который стал шестым по счету в Краснодарском крае. Выгодное географическое положение района дает хорошие перспективы по развитию нашего курортно-туристического комплекса. А у нынешних и будущих предпринимателей Славинского района есть хорошие перспективы для роста и развития. Я считаю, что предприниматели действительно меняют мир. Это люди, которые берут на себя ответственность, которые не боятся рисковать. И самое главное, что они двигают технологии, двигают в целом и производство, и экономику двигают вперед. Сегодня в районе, я считаю, мы делаем все для того, чтобы дальше развивать предпринимательство. У нас есть земельные участки, мы подводим коммуникации. Но в целом, еще раз говорю, я очень уважаю этих людей, потому что они очень ответственные, смелые и умные люди, потому что творческие. Создать творческий коллектив, разработать какой-то продукт, либо услугу, это многого стоит, особенно сегодня, когда большая конкуренция, когда все, в принципе, непросто делать. Я хотел бы вам пожелать, прежде всего, наверное, таких большой мечты, чтобы эта мечта сбывалась, чтобы ваши проекты, они продолжали реализовываться. Ну и чтобы в десяточку, как говорится, чтобы то, что вы придумывали, оно было нужно людям. Успехов, удачи, всего самого доброго.